И вновь о моде. В Алматы стартует Mercedes-Benz Fashion Week. Правила обольщения от Рустема Жигунусова. Новый клип артиста. Брат против брата в южной столице прошел закрытый показ монгольского экшена. Обнажена и опасна. Певица Риана представила очередную видеоработу. Всем привет! В эфире программа Хейдлайнер. Сегодня мы начнем выпуск с новостей из мира кинематографа. Журналисты Хейдлайнера побывали на закрытом показе картины «Братья» и оказались под впечатлением. Каков на вкус монгольский экшен вы узнаете из нашего сюжета. В кинотеатрах южной столицы начинается показ монгольской криминальной драмы «Братья». С картины уже ознакомились в России и в Корее. У меня не то что брата. У меня вообще никого нет. По сюжету «Братья Ханга» и Ценгэл пережили тяжелое детство, после чего у них началась не менее трудная взрослая жизнь. В мире криминала оба стали значимыми персонами. Однако работают они на разные кланы и о своем родстве не подозревают. Роль была написана специально для меня. Во время одной из сцен боя произошел забавный случай. В пылу у драки я не заметил, как от меня отклеилась борода. Пришлось повторить. Конечная цель фильма – напомнить зрителям о вечных ценностях – дружбе, любви, которые всегда будут дороже денег. Жанр экшен-фильм оправдывает. Машины взрываются, бутылки об головы бьются, да и кровавых драк предостаточно. Дело не обошлось и без сентиментальной романтики криминальных кругов. Жене Шеребжанова, Тимирбек Нугманов, Хедлайнер. К слову о кино. Если у вас нет планов на выходные, то Хедлайнер настоятельно рекомендует посмотреть картину «Белоснежка» и «Охотник 2». Сказочную принцессу вы не увидите, зато сможете насладиться актерской игрой Криса Хемсворта и Шарли Стерон. Что это ты задумал? Хочешь разнести в дребезги могущественные артефакты и спасти мир? Похоже на то. Баста выложил целую 7-минутную историю о своем жизненном пути. Полина Гагарина готовит сюрпризы для поклонников. И, наконец, долгожданная премьера новой работы Рианы. Подробности в нашем дайджесте. Состоялась премьера долгожданного клипа Рианы на песню «Need it me». Дива, как и всегда, хвастается прекрасным телом и стоит практически обнаженная около окна. Однако не только ее ню можно разглядеть в видеоработе. Летящие пачки денег, пистолеты, кровь и убийства. Неужели безбашенная Ри дала такой ответ Крису Брауну, который снял документальный фильм «Добро пожаловать в мою жизнь»? В нем Крис признается в том, что чувствовал после того, как в 2009 году избил Рианну. Еще одной премьерой похвастался рэпер Баста. Целый семиминутный мини-фильм сделан на песню «Интро» с нового альбома «Артиста», который он презентовал буквально вчера. В пластинку вошло 11 треков, среди которых дуэт с Полиной Гагариной. Вторая половина сборника выйдет 9 мая этого года. Измученная муза вырвалась, из моих лап сопротивлялась и плакала, но я выжимал ее тону ляду капли, пившись клыками, как Дракула. Этот альбом, он из мифов сплятенный клише. Жит мной в одно целое. Мистер Франкенштейн. Продолжаем музыкальную тему. Как завоевать девушку мечты? На этот вопрос с радостью ответит астанинский артист Рустем Жигунусов. Юноша подготовил целый клип с инструкцией для начинающих романтиков. О том, как проходили съемки «Махаббат» в нашем следующем сюжете. Астанинский певец Рустем Жигунусов написал песню «Махаббат» в 17 лет, когда учился на втором курсе. Пылкий юноша не скрывал своих чувств. Я просто увидел ее, и с первого взгляда, просто все было так, прям спонтанно. Я, значит, бегу в класс и беру в руки гитару, и сразу начинаю петь припев, получается, и со словами. Однако сюжет клипа на эту песню не основан на реальных событиях. Во время прогулки с друзьями Рустем замечает потенциальную даму своего сердца. Ролик сдобрен немалым количеством танцев. Кстати, у старшего из братьев Жигунусовых есть пара лайфхаков для начинающих романтиков. Самое главное быть уверенным. Если добиваться, то нужно добиваться, идти до конца. И не надо, допустим, если понравилась девушка, найти ее в ВКонтакте или там где-нибудь просто написать. Если увидел ее, просто подойди и познакомься. Премьера его новой видеоработы намечена на начало мая. Жене Шеребжанова Илья Иванько, хедлайнер. На втором дне показов гостям фэйшн-века сразу показали ярость. Молодые дизайнеры, несомненно, привлекли внимание небольшим шоу с агрессивным оружием и противогазами. Свои новые коллекции также привезли гости из Украины и Узбекистана. Молодой, дерзкий и амбициозный. Финалист конкурса OpenWay 2015 представил свою первую работу, где продемонстрировал силу характера. Вдохновлением коллекции являются годы Великой Отечественной войны, а также сцены фильма «Ярость» режиссера Дэвида Эйра, а также фильма «Забытая рота». Следующим стал показ приглашенного гостя из Узбекистана. Конечно, без актуального иката не обошлось. Я рисунки сама рисую, сама вырезаю. Это чисто мои узоры. Есть ткани, которые именно с 40-х годов, именно это очень старинные. Буквально я их находила у взрослых женщин, которые вот именно хранили и выпрашивала, и вот для своей коллекции использовала. Свои творения на втором дне показов национальной недели моды показал Ерлан Желдозбек. После поездки в Америку у него зажглась патриотическая нотка. Молодая, но перспективная участница КФВ дизайнер Кэм представила часть коллекции, которая была показана московским гостям на одном известном фэшн-событии. В общем, если вам не хватает своей копной волос, то можно исправить положение оригинальным ободком с косами от Studio K. Еще одним гостем стал дизайнер из России Анастасия Коваль, которая закрыла модную сессию второго дня. Она представила легкие романтичные платья, которые явно не относятся к сезону осень-зима. Мы направлены всегда на целевую аудиторию, чтобы после показа люди могли сразу приобрести вещи. Они ждали сезона. Наша коллекция направлена на весну, часть лета, и представлена вечерняя линейка для подружек-невесты, выпускных. Нелли Ерголива, Илья Иванько, хедлайнер. Не успела отгреметь одна неделя моды, как ей на смену спешит другая. Женя Шеребжанова побывала на пресс-конференции Mercedes-Benz Fashion Week и выяснила, что ждет гостей мероприятия. Юбилейный пятый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Алматы пройдет с 21 по 24 апреля. Из года в год организаторы доказывают, что мода в Казахстане – это не временное увлечение, а полноценный бизнес, способный стать успешным. Хотелось бы отметить то, что участник Mercedes-Benz Fashion Week Алматы Алима, ее коллекция была очень-очень успешно представлена в Сакси, очень хорошо продалась. Ветераны Айгуль Касымова, Леонид Жеребцов и Алима Мурзабекова продемонстрируют свои коллекции вместе с уже знакомыми местной публики брендами МОЦ, Мандарин Нарбаева, Элис и Элати. А вот новых имен ожидается больше десяти. Из России это Мария Дидарова, из Украины Елена Рева, Лали из Узбекистана и другие. Что касается казахстанских марок, то это Камила Мур, Брю, Киик. В этом году мы запустили ассоциацию моды, и при поддержке этого проекта Казнекс Инвест, агентство по инвестициям, поддержит два или четыре дизайнера этого подиума, то есть площадки Mercedes-Benz Fashion Week Алматы. Хедлайнером пятой недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Алматы стал дизайнер из Павлодара Абзал Исабеков. Его коллекция произвела фурор в Лондоне. Думаю, это будет хорошее шоу, потому что я приготовил интересные цветовые эффекты, музыка. У меня мать была швея-машинистка, и я научился шить с трех лет. И мне кажется, когда я начал учиться в Парсенсе или в Сан-Мартенсе, все удивились, что я умею шить так хорошо. Также Абзал прочтет свою лекцию для молодых дизайнеров в рамках образовательной программы Mercedes-Benz Fashion Week Алматы. Женея Шарибжанова, Тимирбек Нугманов, Хедлайнер. Красивая и удобная одежда для детей также важна, как и для взрослых. Сначала для взора их родителей, а потом для успешной социализации ребенка в обществе. Молодой талантливый дизайнер Динара Нурлан запускает коллекцию для юных модников. 16 апреля на территории спортивно-оздоровительного комплекса состоялся показ детской коллекции одежды известного казахстанского модного бренда Динара Нурлан. Выступив с премьеры марки в числе дизайнеров-дебютантов на Mercedes-Benz Fashion Week Алматы осенью 2014 года, девушка сразу завоевала сердца модниц страны. Выпускница Европейского института моды славится тем, что привносит необычные детали в простые свободные силуэты и формы. Как же создавались наряды для юных леди и джентльменов? В детской коллекции мы использовали шифон, нежных цветов, атласные ткани и кружевные вставки. Мы давно уже планировали запуск детской коллекции и подошло время, и как раз получилось так, что мы организовали показ, и все сложилось. Также мы скоро планируем открывать собственные пути. Детская коллекция «Весна-лето» 2016 Ди Эн Китс была продемонстрирована воспитанниками элитного детского сада, а также маленькими инстазвездочками Аминокой и Адекой Малгаждар. Адрес студии стиля Динара Нурлан вы можете найти на официальном сайте дизайнера. Жене Шарибжанова Илья Иванько. Хедлайнер. На этом все. Смотрите программу «Хедлайнер» по будням в 19.30. Будьте в курсе самых актуальных событий и подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм – собачка.хиттв.кз. Также не забываем настраивать свой радиоприемник на «Волнуство 2.2», ведь именно на NRG FM собраны лучшие хиты зарубежных и казахстанских исполнителей. С вами была Инура. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!